Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печём невероятно нежный, вкусный, необыкновенный торт пляцек, который называется Касабланка. Я вас уверяю, что восхитит он даже бывалых гурманов. Два вида необыкновенного крема. Маковый, заварной, творожный и очень вкусный влажный шоколадный бисквит. В описании под видео указано количество ингредиентов. Готовим тесто на бисквит. В чашу миксера выкладываю яйца, добавляю щепотку соли, сахар и взбиваю до пышной светлой массы моим миксером примерно 5 минут. Далее добавляю сметану, магазинную, неважно какой жирности. У меня 20%. Я буду пользоваться аммонием. Если у вас его нет, то вместо него добавляйте соду, не разрыхлитель. В таком же количестве. Взбиваю на низкой скорости. Просто перемешиваю. Далее вливаю растопленное, заранее охлаждённое сливочное масло. Снова перемешиваю на низкой скорости. В сети соединяю муку, какао. И просеиваю в яичную смесь. Замешиваю тесто венчиком. Миксер уже не нужен. Вот такая масса должна получиться. Средняя по густоте. У меня разъёмная квадратная форма. Дно я устилаю пергаментом. Бока не нужно. И выливаю сюда всё шоколадное тесто. Духовка у меня разогрета на 170 градусов. Выпекается такой бисквит примерно 40 минут. На готовность проверяйте деревянной шпажкой. Пока бисквит выпекается, приготовлю маковый крем. Мак я залила холодной водой. Промыла его. И затем буду варить примерно 15-20 минут на среднем огне. Мак загустеет. И воды станет меньше. Далее в отдельной ёмкости смешиваю молоко, манную крупу. И завариваю такую манную кашу. Мак сварился. Я его откинула на сито. Хорошо промыла и отжала. И выкладываю его в миску. Погружным блендером перетираю. До побеления. Добавляю сюда манную кашу. И перемешиваю. Далее сюда добавляю мёд. Снова перемешиваю. Грецкие орехи измельчаю в блендере. И добавляю в мак. Хорошо перемешиваю. В кастрюле смешиваю яйца, сахар и кукурузный крахмал. Перемешиваю до однородности. Постепенно вливаю молоко и перемешиваю, чтобы в смеси не было комочков. Выкладываю сюда всю маковую начинку. Перемешиваю лопаткой. Ставлю эту смесь на плиту. И провариваю примерно 5-7 минут. Завариваю маковый крем. Далее остужаю его в миске с холодной водой. Шоколадный бисквит к этому моменту испёкся. Я его остужаю минут 10 в форме. Затем форму снимаю и отправляю остывать на решётку. Готовлю творожный заварной крем. В кастрюле у меня творог обычный, магазинный. К нему я добавила яйца, сахар, кукурузный крахмал, мягкое сливочное масло. И натираю цедру одного лимона. Всё это заливаю молоком. И погружным блендером взбиваю до однородной консистенции. Из оставшегося лимона отжимаю сок. Отправляю творожную смесь на плиту. И на небольшом огне завариваю примерно 5-7 минут. Постоянно помешивая. Этот крем очень любит подгорать. Поэтому ни в коем случае не отходите. Когда проварился, добавила в него лимонный сок. Перемешала. И тоже остужаю уже в миске с холодной водой. Мягкое сливочное масло взбиваю до побеления. Маковая масса у меня к этому времени остыла. И я теперь по 1 столовой ложке добавляю её к маслу. И всё это взбиваю до однородности. Маковый крем готов. Шоколадный бисквит полностью остыл. Я его разрезаю пополам. Очень пористый. Он влажный получается. Пропитывать его не нужно. Я его выкладываю в ту же форму, в которой выпекала. По бокам у меня ацетатная плёнка. И выкладываю на него большую часть макового крема. Совсем немножко оставляю для украшения торта. Разравниваю ровным слоем. Отправляю вторую часть бисквита. И выкладываю творожный крем. Он даже может полностью не остывать. А даже слегка тёплым его можно выкладывать на бисквит. И таким образом он ещё больше пропитает. И бисквит будет очень мягким и нежным. Разравниваю ровным слоем. И когда полностью торт остыл, я его накрываю пищевой плёнкой и отправляю на ночь в холодильник. Немножко совсем макового крема я оставила для украшения торта. Тоже пока оставлю в холодильник под пищевой плёнкой. И на следующий день я уже убираю форму. Убираю ацетатную плёнку. Торт хорошо стабилизировался. Творожная масса стала такой плотной. И на неё я выкладываю оставшуюся часть макового крема. Разравниваю ровным слоем и украшаю грецкими орехами, которые я предварительно подсушила на сухой сковороде. И нарезала небольшими такими кусочками. И вот такой вот красавец получается. Теперь уже можно его нарезать порционно. Он очень хорошо держит форму. Он уже стабилизировался, созрел, как говорится. В общем, друзья, да, соглашусь с каждым, кто скажет, что торт непростой, заморочливый, выпекать не буду. Но я не обещала, что будет легко и просто. Потому что эта выпечка необыкновенная, изысканная. Не побоюсь этих высоких слов. Но это действительно очень вкусно, очень интересно, эстетично. Поэтому, если вы хотите по-настоящему вкусной домашней выпечки, обязательно выпекайте и делитесь своими отзывами в комментариях. Надеюсь, что была вам полезна. Смотрите другие мои видео. Подписывайтесь на канал, если вам всё это нравится. Ну и поддержите лайком. Всем мира и добра. Пока!